Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мое видео. Иногда читаю комментарии и вижу, многие жалуются на то, что я перестал часто снимать ролики. Извините, друзья, но последнее время я очень занят и не могу найти время. Постараюсь исправить этот вопрос. В этом видео коротко расскажу, как я решил на моем Мазде 2016 года проблему парковки, так как на этом модификации с заводом не предусмотрено вспомогательное парковочное устройство. Видео, наверное, будет для многих полезным. В следующем видео расскажу о машине Мазда CX-5 2020 года, которую мы приобрели несколько месяцев назад на американском аукционе и с какими проблемами мы столкнулись при восстановлении машины на заключительном этапе. В предыдущем видео рассказал, что сначала хотел на машину установить вот такие простые, но удобные парковочные устройства. Потом передумал и предпочтение дал установиться все-таки на багажнике камеру. Была проблема с этим. Для этого нужно было в салоне дисплей, но тоже не было предусмотрено заводом такой роскошь. В салоне было, так сказать, простое магнитоло с рамкой, но эта рамка не подходила по размеру к тем стандартным магнитолам с мониторами, которые обычно продаются в наших магазинах. Билу решено заменить заводскую рамку для магнитоли с 9-дюймовым монитором. Искал и подобрал на Алиэкспрессе такую рамку. Ссылку оставлю ниже в описании. Есть также на Алиэкспрессе рамки для 10-дюймовыми андроидами, но 10 дюйм мне кажется слишком большим, но может другим понравится. Вот эта маленькая негодяйка мешает мне работать при монтаже этого видео. Хочет играть. Ему не исполнилось еще полтора месяца. Кавказская овчарка. Купил рамку и через примерно 2 месяца она приехала по месту назначения. Есть знакомый специалист, который специализируется именно на замене и установке автомагнитола на машинах. Договорился с ним, закупил подходящую 9-дюймовый андроид магнитолу, камеру заднего вида и приступили устанавливать на машины. Хочу сказать, что этот андроид имеет много функций и она будет полезна. Не только для парковки, но и для тех, кто любит во время езды пользоваться картами, местоположением, маршрутизаторами и многие еще функции. Рассказано, что андроид, значит все понятно. Музыка, видео, связи с смартфоном, с Wi-Fi, телевидением и многие еще функции. Ну и тут хочу попрощаться до выхода следующего видео. И спасибо всем за просмотр. Продолжение следует...